Можно ли остановить пандемию коронавируса и что помогает людям чувствовать себя подзащитным? Задача вакцины от COVID создать иммунную прослойку населению. 220 учеников казанских школ проверили свои знания в математической олимпиаде. Первые годы совершенно на полном энтузиазме. То есть мы сами составляли задачи, сами проверяли, сами покупали призы, покупая какие-то хорошие книжки. IT-лицей Казанского университета посетил абсолютный победитель всероссийского конкурса «Учитель года-2020» Михаил Гуров. Сегодня учитель перестал быть источником знаний. Он перестал быть истинной последней инстанцией. Всем привет! В эфире Универ Ньюса в студии Екатерина Лазарева. Президент Татарстана Рустам Миниханов открыл в Елабуге образовательный центр «Алабуга Политех». В мероприятии принял участие ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. В России за последние сутки выявлено 8 646 новых случаев COVID-19. Вакцинация остается самым надежным способом защитить себя от вируса. Все больше людей начинают делать прививку, чтобы чувствовать себя спокойнее. Подробнее в следующем сюжете. Каждый человек находится в группе риска, потому что каждый день мы сталкиваемся с сотнями людей. В общественном транспорте, на учебе, работе. Одними из основных признаков заболевания COVID являются высокая температура, затрудненное дыхание, чихание, кашель, заложенность носа, боли в мышцах и в груди, головная боль и слабость. Если вы чувствуете подобные ощущения у себя, то необходимо обратиться к врачу. Я пришел в страхе. Я не знаю, что со мной. Я не знаю, что происходит с теми, кто остался там за двери. Меня приняли, меня со мной говорят, мне рассказывают. И самое главное, ведь рассказывают не только кто-то, а весь персонал. От медсестер до зал главного врача. Каждый на своем. И появляется уверенность. То есть ты переходишь от боящегося больного в новый уровень. Болезнь может протекать как в легкой форме, так и в тяжелой, с большим поражением легких, а также некоторыми осложнениями. По словам врачей, вакцинация – это самый эффективный на данный момент способ защиты от коронавируса. Посещаемость нашего прививочного пункта достаточно хорошая. Наши коллеги сейчас уже некоторые делают вторые прививки, если они раньше где-то начинали прививаться, не этой выездной бригадой. И, соответственно, на сегодняшний день мы не видим осложнений от тех вакцин, которые мы ввели нашим пациентам. Ну, соответственно, параллельно проходит еще вакцинация и сотрудников именно медико-санитарной части. Вакцинация проходит в два этапа. Проводится введение первого компонента вакцины, через 21 день введение второго компонента вакцины. Соответственно, считается, что через 42 дня нарабатывается достаточное количество антител, чтобы защитить человека от заболевания. Всю достоверную информацию с новостями о коронавирусе можно узнать на сайтах StopCoronavirus.RF, Минздрава России, Роспотребнадзора и Всемирная организация здравоохранения. Инджи Минебаева, Универньюз. Команда Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского университета отмечена дипломом второй степени чемпионата Северной Евразии по программированию среди студентов. В составе команды два магистранта первого года обучения – Артем Илекаев и Максим Ягафаров, а также четверокурсник Руслан Капралов. Айти-лицей Казанского университета посетил абсолютный победитель всероссийского конкурса «Учитель года-2020» Михаил Гуров. Все подробности далее. Кто-то из вас будет участвовать в конкурсе. Это конкурсный урок. В течение двух дней Михаил Гуров будет проводить для лицеистов и учителей уроки, мастер-классы и семинары, в ходе которых «Учитель года» поделится своим видением образа современного педагога, а также тем, какими навыками необходимо обладать учителю в 21 веке. «Учитель 21 века очень многогранен. С одной стороны, это личность, с другой стороны, это человек, идущий в ногу со временем, владеющий современными технологиями. Конечно, это профессионал в своем деле, в своем предмете и, безусловно, отчасти это немного психолог». Подобные встречи очень важны, рассказывает директор IT-лицея Ильдар Мухаммедов. Возможность перенять опыт лучшего учителя России обеспечит профессиональный рост педагогов лицея и поможет им лучше понимать, как правильно расставлять акценты в современной школьной среде. К слову, повысить навыки смогут не только учителя IT-лицея, но и приглашенные педагоги из лицея имени Лобачевского Казанского университета, а также учителя казанских и елабужских школ. «Это очень важно, не стоять на месте, развиваться, потому что всегда была такая проблема, какое-то время ты работаешь в школе, потом начинается застой. И дети это очень хорошо чувствуют, они очень быстро сканируют, им интересен тот педагог, который тоже растет вместе с ними, который воспринимает себя учеником и который готов развиваться». «Сегодня учитель перестал быть источником знаний, он перестал быть истинной последней инстанцией. Именно поэтому сегодня учителю важно иметь авторитет в среде, в которой он работает». Михаил Гуров поделился секретом успеха с теми, кто сам желал бы стать учителем года. В первую очередь это самобытность. Он пожелал учителям быть собой и показывать и рассказывать именно то, что они умеют лучше всего. Диана Жленкова, Виолетта Басова, Универньюс. 220 учеников казанских школ проверили свои знания в математической олимпиаде. Подробности далее. Еще в 30-х годах прошлого века олимпиады для школьников были только математическими. Одним из первых победителей стал ученик 8 класса Владимир Фридлендер. Поступив на физико-математический факультет Казанского университета, он внес вклад в развитие олимпиадного движения. 47 лет был членом жюри, руководил кружками, выезжал с командами республики на всесоюзные олимпиады. Его ученики и коллеги в знак памяти уже 11 лет проводят математическую олимпиаду на базе университета. Первые годы совершенно на полном энтузиазме. То есть мы сами составляли задачи, сами проверяли, сами покупали призы, покупали какие-то хорошие книжки и очень этим гордились. А потом получилось так, что у нас возник математический центр, ну и теперь книжки мы уже не на свои деньги покупаем. Мы покупаем их от имени математического центра. Чтобы вместить всех желающих, под олимпиаду были выделены дополнительные аудитории. Возросшее по сравнению с прошлым годом количество участников, организаторы связывают с увеличением интереса школьников к математическим дисциплинам. Я пришла попробовать свои силы, потому что все олимпиады это в первую очередь огромный опыт. Олимпиады вообще созданы, чтобы проверять свои знания и дополнять их. И я бы считал, что лишней меня не будет. Призеры и победители олимпиады будут приглашены в летнюю физико-математическую школу университета, которая в этом году отметит свое 50-летие. Ариадна Кугушева, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В Казанском университете простились с профессором кафедры археологии и всеобщей истории Института международных отношений Евгением Чеглинцевым. Грамотный и ответственный пример трудолюбия, жизнелюбия. Замечательный учитель, верный друг и глубоко порядочный человек. Таким он навсегда останется в сердцах студентов и коллег. Поезд здоровья прибыл на конечную станцию. Об итогах прошедшей спортивно-оздоровительной акции далее в сюжете. В Казанском федеральном университете завершилась спортивно-оздоровительная акция «Поезд здоровья». С 30 января по 27 марта состоялось 10 выездов, в которых приняли участие более 700 человек – студенты и преподаватели университета. Все годы в основном мы проводили на базе «Маяк» в Зеленодольске. В этом году пришлось нам по известным причинам перенести это мероприятие в другое место. Место мы выбрали не случайно. В этом году отмечают 60-летие со дня первого полета человека в космос. Территория Астрономической обсерватории Казанского университета уникальная, поэтому мы предложили нашим студентам в этом году именно этот проект провести на данной территории. Главная цель мероприятия – оздоровление студентов, предложение им дополнительных условий для поддержания здорового образа жизни. Выезды были организованы в малых группах. Участники «Поезда здоровья» катались на лыжах, знакомились с территорией Астрономической обсерватории имени Энгельгарта. Мы в этом году впервые запустили проект не после каникулярного времени, а именно в период каникулы предложили нашим студентам, которые не смогли уехать на каникулы в свои регионы, предложили этим студентам провести время с пользой. Надежда Степанова, Виолетта Басова, Универньюз. На этом все. В студии была Екатерина Лазарева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!